Всем привет! Меня зовут Денис Аршинов, я учредитель строительной компании «Новика». И сейчас у нас второй этап ремонта стоматологии с рентген-кабинетом. С начала первого этапа прошло три недели, и на данном этапе мы сейчас делаем инженерные системы, перегородки, закончили штукатурку, стяжку. И давайте я лучше подробнее сейчас пойду все покажу и пообщаемся с инженером электриком, чтобы он рассказал, как он что здесь выполнял. Пойдем. Привет! Это Александр, он инженер-электрик, выполнял на данном объекте инженерные работы по электрике. Саша, расскажи, пожалуйста, сколько дней заняло выполнение черновых работ по электрике? Черновые работы занимают порядка 3-4 дней. Черновые работы входят, прокладка кабеля до пункта при соблюдении, конечно, всех технических норм, соблюдая проект. Понял. Скажи, пожалуйста, сколько по проекту точек, соответственно, розеток и освещения? Ну, розеток у нас по проекту получается 111 розеток и все они монтируются скрытым образом, то есть все углубляется в стену и 55 светильников светодиодов. Все это прокладывается в гибком гофротрубе, гибкой гофротрубе. Все это уже скрыто на установке. Понял. Скажи, пожалуйста, вот еще я видел, сейчас привезли новый кабель, вот завершающие работы вы делаете. Скажи, пожалуйста, про него, для чего он нужен и почему вы его используете? Кабель, да, привезли медный, силовой кабель медный с течением 3 на 1,5. Он служит для того, для аварийного освещения. В случае пожара, у него та особенность такая, он не горит и поэтому в случае пожара при высоких температурах не будет коробки замыкания и свет будет в помещении. Надеемся, что они не получат это. Обязательно требования пожарной безопасности, да? Пожарная безопасность, да. Понял. Скажи, пожалуйста, вот по обычным розеткам и по освещению, какой кабель здесь пускали? Что это, по проекту? Ну, по розеткам, по проекту 3 на 2,5 с течением, а на свет у нас идет 3 на 2,5, на 1,5, извиняюсь. 3 на 1,5? 3 на 1,5, да, потому что на свет нагрузки не такая большая, как на розетке, потому что все-таки здесь с нашим временем остаются уже светодиодные фонари, они много не употребляют. Понял, отлично. Чего пойдем еще дальше посмотрим по остальным? Да, пойдемте посмотрим. Рассказывай дальше. Расскажи про распаечные коробки, как устанавливались, сколько и какие вот особенности вот именно по этому проекту установки розеток, количество, мощность. Ну, смотрите, распаечные коробки тоже все согласно проекту, что заложено, то есть порядка 100 штук распаек на это здание. Вот, все это установлено по нормам, по всем нормативам, по СНИПам. Вот, и они в основном устанавливаются на потолок у нас распаечной коробки, к ним подводится кабель, служит распределительной коробкой. Вот, всего у нас 9 групп розеточных, и все они впитаются от щитка распределительного, который находится, будет находиться в соседней комнате. Также там же будет находиться и шкаф телекоммуникационный, вот, и также шкаф пожарной сигнализации охраны. Все это в дальнейшем будет монтироваться в той комнате соседней. Понял. Хорошо. Еще раз скажи, пожалуйста, сколько максимально допустим розеток на одну распаечную коробку по этому проекту? Ну, в зависимости, в зависимости от сечения кабеля, вот, ну, в котором у нас 3 на 2,5, ну, в районе 3 киловатт, в районе 3 киловатт на одну розетку. Саш, расскажи, пожалуйста, еще про, сколько времени еще осталось для того, чтобы демонтировать все инженерные системы, то есть электрику, и что будет производиться дальше во время читовых работ? Ну, до конца черновых работ осталось, ну, порядка трех дней. Надеюсь, справимся, успеем. Вот, а после черновых работ будет уже продолжаться работа строителей, будут зашиваться стены, чтобы спрятать тот или иной провод-кабель, вот. И после того, как они завершат работу по стенам, мы уже будем заходить и работать по чистовой. Какие работы еще останутся у вас именно по электрике, вот, после чистовых работ? Ну, после чистовых работ это установка светильников, установка розеток. В принципе, все, подключение оборудования, подключение оборудования, да, расключение щитка распределительного, тоже телекоммуникационного щитка. В принципе, весь декор будет на последнем этапе. Да. Понял, все, спасибо большое тебе за информацию. Ну что, а теперь по хорошей нашей традиции мы подведем итог. С начала момента ремонта прошло три недели. На данном объекте мы успели за это время сделать стяжку, штукатурку по маякам, перегородки, электрику. И напомню, что по проекту у нас тут 111 розеток и 51 светильник. Не переключайтесь с нашего канала, обязательно подпишитесь и ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всем пока, до новых встреч! Все снял? Да, да, все отлично все снял, выключил. Хорошо. Слушай, Денис, а вот бывают такие случаи, когда клиенты сами начинают заморачиваться и делают объекты? А, без компании в смысле? Ну да. Да, бывают такие случаи иногда, и человек на 4 месяца становится прорабом и мучается, пытается разобраться в этом всем. В итоге куча косяков, и потом приходится все переделать, доделать и в 3 раза больше тратить денег и на материалы, и на работу. Понял, понял. Я, честно, не понимаю, конечно, каких людей, но их выбор, конечно. Спасибо. 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 Спасибо.